всем привет я надеюсь большинство задумались как сделать бесконечный цикл прокрутки каких-то изображений виджете или еще чего-нибудь в виде допустим кнопок давайте сейчас это создадим во первых на уровне мы сделаем показ мышки и блупринте уровня и покажем наш виджет в котором мы сейчас сделаем некий внешний вид давайте сначала закинем пустой дизайн экран так скажем наш canvas panel далее мы здесь давайте кинем overlay который мы настроим на середину пусть это будет середина alignment мы выставим на 0505 для того чтобы у нас сам overlay находился в середине скинем position x position y на нолики и естественно у нас появится всего лишь x и крик это ширина и высота сейчас мы будем атаковаться от элементов которые мы сейчас тоже и накидаем во первых нам необходим scroll box scroll box мы заполнять будем на полную на высоту и ширину сделаем orientation пусть это будет горизонтал то есть мы по горизонтали будем по сути их сдвигать какие-то эти элементы так чтобы все это корректно работало нам необходимо чтобы наша уровень overlay и либо scroll box имели стандартную ширину то есть они низкие лились и то есть с ними ничего не происходило это обязательно иначе будет очень большие проблемы теперь в этот scroll box мы добавим size box для того чтобы наши ячейки внутри тоже имели определенную в данном случае ширину потому что мы по горизонтали будем если вы хотите по вертикали естественно вам надо высоту ставить именно определенную я буду фиксировать только ширину высоту я даже не буду трогать хотя могу и поставить в данном случае у меня есть несколько изображений высота этих изображений 500 соответствует ну и высота и если необходимо можно поставить 400 но и это надо и чтобы наш оверлей в данном случае он является основой до соответствовал высоте максимальной высоте нашего получается со из боксов это минимум возможно даже чуть побольше но здесь уже посмотрим но я хоть уберу то есть высоту примерно выставил и и до ладно теперь мы можем наш сайт бокс по сути сдублировать сделать дубликат у меня ячеек будет три штуки соответственно в данном случае мне необходимо сделать 5 со из боксов то есть если у вас 30 ячеек вы делаете 32 ячейки то есть две у вас будут являться запасными образно сейчас вы поймете почему так раз два три четыре пять все отлично все 5 готовы сейчас я в них скину на кнопки батон первую вторую надо было просто одну сначала создать а потом дублируется ну ладно не особо так важно теперь батон мы настроим на изображение давайте вот у меня есть три изображения сейчас я их найду вот они 123 чтобы вам было видно что за изображение так я ставлю на норму и на ховеред так первая ячейка у нас не с единицы начнется а первая ячейка начнется с конечной с конечного значения в данном случае я выделил единицу это не было неправильно надо начать стройке первая ячейка у нас будет конечная это 3 2 ячейка у нас будет начинаться с единицы так уровень blueprint уровня мы закрываем и настроим кнопочку на единицу далее выбираем второе изображение это уже у нас будет вторая точнее уже третья кнопка и четвертое у у нас будет третья а пятая у нас будет первое то есть если вы поняли для того чтобы создавать такую карусельку нам нужно чтобы так давайте запустим уровень вот у нас показывается 3 первая ячейка 1 2 ячейка 2 3 ячейка 3 4 ячейка и единица 5 ячейка вот для того чтобы это можно было постоянно скролить так сейчас мы настроим это еще и ширину чтобы было корректнее в данном случае так как у меня всего лишь три ячейки из них я буду показывать 2 если у вас больше здесь настраивается сколько вам необходимо но тоже не полностью так ширина оверу ширина оверу и давайте выставим 1000 то есть это по по сути ширина двух ячеек в данном случае мне достаточно прям идеально будет теперь нам необходимо выделить скролл бокс и включить is variable чтобы мы его увидели в графе и для этого мы выберем even construct нам необходим он и также до скролл бокс нажимаем выбираем event скролл бокса юзер скролить это наш event когда мы скролим именно наш скролл бокс но для начала давайте на его констракт мы выставим наш скролл бокс с нодой сет получается скролл так не находит сет скролл так 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 скролл офсет и здесь мы выставим наше значение равном первой ячейки так как у меня ширина ячеек всего лишь 500 значит первая ячейка у нас начинается с 500 точнее вторая ячейка цифра единица мы первые пропускаем потому что она является конечно вот такой вот нюанс теперь чуть-чуть опущу смотрите чтобы нам дальнейшем это все перебирать то есть когда мы скроллю нам нужно получить вообще конечную длину нашего скролл бокса для этого мы вытягиваем get скролл offset of end то есть это у нас показывает конечную длину нашего скролл бокса и далее мы будем уже сравнивать вот это с этим значением если она будет меньше или равно точнее боль больше или равно да вроде и получается что мы выполняем какую-то какое-то действие до либо true либо false теперь наш скролл бокс если мы являемся получается больше чем этот элемент то мы оставляем наш скролл бокс равным вот это вот копируем просто то это скролл бокс длина равняется нулю если же у нас скролл бокс происходит действие что он наш каренков сетт равняется нулю мы соединяем вот эти точки до на на true которая происходит и на фас на бранч если у нас равняется нулю то мы естественно задаем новое значение задаем значение на true мы вытаскиваем нашу конечную точку и по сути у нас бесконечный цикл готов давайте это посмотрим сейчас во первых выделим наш скролл бокс давайте увеличу сам скролл бок скролл бар точнее пусть это будет 50 значения до чтобы мы видели как он двигается и и запустим уровень если мы пойдем влево как видите да переход мы практически не замечаем там мини подергивания какие-то до определенное если мы идем вправо и здесь у нас тоже мы вот скролл бокс доходит у нас получается до конца и когда действие у нас заканчивается последними значениями он переходит в начало и мы начинаем сначала и у нас выходит вот такая вот каруселька да единственная проблема то что у нас является две клавиши единица это в самом начале и в самом конце вот они да то есть вот здесь и здесь ну и также троечка да и здесь и здесь троечка у нас двоится то есть то что начальное у нас в два экземпляра это что в конечное у нас в два экземпляра и естественно вы настраиваете получается эти баттон и как вам необходимо то есть делаете он кликет в данном случае у меня почему-то выключается из время был ее event и пропадает но это нормально что-то у меня версия поломалась немножко анрила и нажимаем он кликет и естественно мы настраиваем необходимые действия на данную клавишу допустим мы настроили на единицу но и на другую единицу мы тоже можем повесить это же действие допустим то есть мы их просто соединяем делаем принц-стрим образно да пусть это будет единица и проверим как это все работает мы нажали единица у нас вышла единица нажимая в конце единица у нас также единица выполняется действие но если вы создаете все рандомно то есть если у вас какие-то элементы добавляется но здесь уже немножко структура чуть-чуть изменяется вам придется прям онлайн высчитывать ну по сути здесь тоже также высчитывается онлайн длина вашего скроллбокса но там вам нужно в этот скроллбокс добавлять дополнительные элементы в общем на этом все до скорой встречи всем пока